Здравствуйте, дорогие мои коллеги садоводы! Сегодня, в такое сложное время, мы продолжаем работать, работаем в штатном режиме, продаем посадочный материал и онлайн, и в стационарном садовом центре. Это информация на сегодня. Что будет завтра, я не знаю. Завтра нам правительство, если скажет самоизолироваться, значит будем работать только дистанционно, если будет работать почта и транспортные компании. Как обстоят дела у нас на сегодня? На сегодня мы работаем не только в штатном режиме, мы работаем в две смены. В первую смену мы принимаем от вас заказы, работаем в торговом зале, на открытой площадке, которая, кстати, уже активно начала работать. Во вторую смену мы делаем отбор ваших заказов и готовим их отправки. Отправка у нас производится ежедневно, в среднем 100-120 посылок мы отправляем в день, так что отправки ежедневно почты России и транспортные компании. Хочу теперь сказать по срокам. Конечно, вы на меня не обижайтесь, но некоторые не успев сделать заказ, там 28 марта уже кричат, ой, где мой заказ? Во-первых, все заказы у нас отбираются в порядке очередности. Здесь все очень просто. Кто первый сделал заказ, тот первый его и получит. Ну вы не обижайтесь, но такая ситуация. Мы стараемся максимально быстро работать. Мы больше двух месяцев уже работаем в режиме нон-стоп. Это никоим образом не жалоба, я просто вам рассказываю. Мы очень любим свою работу. Все настолько поглощены нашим проектом, всем очень нравится. Более того, мы настолько хотим общаться с вами. Даже если у нас нет возможности общаться лично с каждым из вас в садовом центре, поэтому мы работаем на канале в ютубе, поэтому мы показываем наши видео в социальных сетях. Я четко убеждена, что любой уважающий себя садовый центр, руководители садового центра или заместители должны рассказывать, объяснять, как в этой ситуации работает. Более того, сейчас, если кто-то находится дома или на своих дачных участках, есть свободная минутка, можно заняться самообразованием. Мы, как ни странно, в это время сотрудники занимаются посылками, а я продолжаю учиться, для того, чтобы потом поделиться с вами тем, какие новые знания я получила. Советуемся с нашим агрономом по каким-то конкретно сортам, по каким-то культурам. Распахиваем землю, готовимся к посадке следующий гектар ягодной фермы. То есть у нас все работает в плановом порядке, в плановом режиме, в штатном. Еще убеждена вот что. Сейчас очень много компаний предлагают свои услуги онлайн, даже те, кто раньше этим не занимался. Я вас убедительно прошу, дорогие мои, наряду с порядочными компаниями очнулись жулики и уже начинают действовать, предлагая посадочный материал. И как физические лица, и от компаний будьте внимательны, будьте бдительны, будьте аккуратны. Если вы заказываете где-то посадочный материал, если вы не знакомы с этой компанией, почитайте отзывы, посмотрите, как давно компания работает на рынке, есть ли опыт дистанционных продаж. Чтобы не получилось так, что в лучшем случае вы получите по почте просто сухари, испорченный посадочный материал, либо вообще ничего не получите. Такое тоже возможно. Поэтому обязательно проверьте историю компании. Очень здорово, если вы увидите руководителей компании, которые обращаются к садоводам, рассказывают, показывают. Вот я, например, вы знаете, все показываю на своем садовом участке, как и что мы делаем. Если у кого-то нет садовых участков, то мне кажется, тот, кто занимается продажей растений, несет ответственность за то, чтобы покупателю донести, как это растение правильно посадить, как его сохранить, как сберечь, как потом ухаживать за этим растением, чтобы оно было красивым, хорошим в саду. Если видите непрофессиональные комментарии, это первый сигнал к тому, что это люди-жулики, либо непрофессионалы, будьте очень и очень внимательны. Просто хочу вас предостеречь. Выбирайте только те садовые центры и интернет-магазины, которые вы уже знаете или о которых есть хорошие отзывы. И еще каждый уважающий себя садовый центр, мне кажется, просто обязан иметь демонстрационную площадку. У нас таких площадок уже несколько, и мы будем в этом году делать еще одну демонстрационную площадку. Первое, мы сразу показываем качество посадочного материала. Второе, мы на примере этих площадок проводим мастер-классы для вас, либо на моем участке, либо на площадке. Если вы столкнулись с тем, что садовый центр просто купил, продал, купил, продал, ну это не есть хорошо. Там, где вам не дают качественных советов по уходу за растениями, это тоже не есть хорошо. Поэтому время сложное, будьте внимательны, будьте аккуратны. Как дальше мы планируем выстроить работу? Конечно, в первую очередь, это продажа непосредственно в садовом центре. Второе, так как мы и работали, это прием заказов. Перед каждой отправкой заказа менеджер обязательно связывается с вами звонить. Если вдруг не дозвонились, проверьте электронную почту. Если менеджер не дозвонилась до вас, то она отправляет письмо на электронную почту, уведомительное. Только после личного контакта с вами или ответа на почту посылка к вам уходит. Еще раз подчеркну, все заказы мы исполняем надлежащим образом. Посылки отправляются ежедневно. Транспортная компания, либо почта России. Все новые заказы, которые вы нам сейчас оставляете на горячей линии, на бесплатном номере телефона, по всем нашим каналам, которые работают. И мы еще раз их продублируем. Посмотрите, пожалуйста, номер телефона бесплатный и номер телефона горячей линии. Они все указаны под этим видео. Не стесняйтесь, звоните. У меня к вам огромная просьба. Постарайтесь все-таки с учетом интервала, если мы в разных часовых поясах, звонить нам с 9 часов до 18 часов. В противном случае мы просто не сможем своевременно отобрать заказы других покупателей. Работаем без выходных с 9 до 18, в воскресенье до 15. То есть мы свой график не нарушаем. Если вдруг сложится такая ситуация, что нам не разрешено будет работать в штатном режиме непосредственно в торговом зале, мы уже продумали схему, как мы будем работать. Мы будем осуществлять максимальное количество доставок, чтобы товар вовремя к вам пришел. Значит, будем работать в три смены. Сейчас самая такая горячая пора. Самое время посадок. Погода уже в южных регионах давным-давно стоит хорошая. В северных, может быть, где-то еще от мне родственники сегодня звонили в Костранской области, сказали, что замело. Вчера было плюс 16, а вот сегодня выпал снег. Но самое главное, что мы с вами вместе, мы должны в это трудное время поддержать друг друга. Я не буду замадивать вас какими-то баснословными скидками. Только купите у нас товар. Если у вас есть необходимость, смотрите информацию на сайте. Там размещен актуальный остаток. Но если вдруг мы по каким-то причинам те новые заказы, которые идут, не смогли исполнить в объеме 100%, уж, пожалуйста, не обижайтесь. Мы будем максимально стараться выполнить. По новым поставкам завтра выйдет отдельное видео, потому что приехало огромное количество малины, ежевики, огромное количество яблонь, груш, абрикосов с открытой корневой системой. Сделаю обзор сортов. Покажем наличие товара на площадке для того, чтобы вы могли делать заказ. Если вы будете оставлять заказ лично мне на канале в YouTube, обязательно пишите обратно либо электронный адрес, либо номер телефона. Потому что информацию я заказа не обрабатываю, я информацию аккумулирую и передаю сразу в отдел, кто занимается дистанционными продажами. И менеджеры с вами уже будут связываться. Если вдруг какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите, я обязательно отвечу. Я вам желаю, конечно же, здоровья, чтобы вы и ваши близкие всегда были здоровы. И если есть возможность, проведите сейчас это время с пользой для себя, для своего здоровья, конечно же, на своих загородных участках. Всего вам хорошего и до новых встреч.